Уважаемые коллеги! Тем не менее, на сегодняшний день эти препараты являются основой оптимальных режимов в лечении неодевантной и одевантной химиотерапии при раке молочной железы. Мы живем в эпоху персонализированного подхода в лечении злокачественных опухолей. Позвольте мне рассказать о своей теме доклада, придерживаясь этих принципов. Итак, терапия. В своей практике мы используем режимы, которые зарекомендовали себя на основе результатов клинических исследований с максимальными показателями общего эффекта полной регрессии и выживаемости. Хочу остановиться на метаанализе режима полихимиотерапии раннего рака молочной железы, опубликованного в 2012 году группой исследований по раннему раку молочной железы, которая включала до 100 тысяч женщин, входящих в 123 рандомизированных исследования. Метаанализ содержал в себе основные блоки. Это химиотерапия против ее отсутствия, антрациклины или СМИФ, токсаны или антрациклины. Анализируемые режимы представлены на слайде. Итак, блок отсутствия химиотерапии против ее проведения. Выявило влияние на показатели выживаемости при КАФС-химе больше, чем при стандартных 4 циклах АЦ или при стандартной СМИФ-химе. Причем эти показатели были достоверно лучше по частоте рецидивирования, смертности от рака молочной железы, а также общей смертности. Антрациклины или СМИФ выявило, что стандартные 4 АЦ или стандартный СМИФ были эквивалентны. Антрациклины, содержащие режимы с более высокой кумулятивной дозой, были более эффективны, чем при стандартных 4 АЦ. То есть имеются в виду КАФ или ЦЕФ. Также это превосходство были значимы по сравнению с СМИФ-схемой. Что же касается антрациклинов против токсанов. Исследования токсаны в добавлении 4 циклов токсанов к антрациклин содержащим режимом были выявлены как уменьшающие смертность от рака молочной железы, чистоту рецидивов и общую смертность. Таким образом, метаанализ показал, что эффект от химиотерапии присутствует в случаях, если используются антрациклин, содержащие режимы, которые имеют высокодозные схемы, а также токсаны, которые имеют более продолжительное лечение по сравнению с равнопродолжительными. В продолжение данной мысли также хочется остановиться на одном из исследований, которые анализировали добавление токсанов к антрациклин содержащим режимом. Метаанализ 13 радомизированных исследований токсанов в Адиванке с включением более 20 тысяч женщин показал, что повышение относительных показателей 5-летней безрецидивной выживаемости на 17% и общей выживаемости на 15% сочетается также с уменьшением абсолютного риска на 5,3% соответственно. Эти результаты были получены независимо от экспрессии рецепторов эстрогенов, степени вовлечения лимфоузлов, типа токсанов используемого режима, а также именно паузалиного статуса и возраста пациенток. В Адиванке в настоящее время оптимальной комбинацией являются антрациклины и токсаны. С того момента, как антрациклины вошли в практику и была возможность проанализировать данные МД Андерсон-центра по 10-летней общей выживаемости применения антрациклинов, были также получены данные, когда поклитоксел в последовательном использовании после антрациклинов уменьшал не только количество полных морфологических регрессий, но также и увеличивал медиану общей и беспрогрессивной выживаемости. В настоящее время оптимальным режимом является режим еженедельного введения поклитоксела по сравнению с введением препарата раз в три недели. Причем результаты не зависят от статуса лимфоузлов. Кроме того, Келли в 2012 году, проанализировав эти данные, получил также превосходство по полным морфологическим регрессиям и по показателям безрецидивной выживаемости. Доцитоксел занимает обособленное место в адювантной терапии рака молочной железы. Если мы посмотрим на данную таблицу, это не все, конечно, исследования, которые у нас есть в арсенале в плане использования токсанов, но не все из них и смогли получить и оценить общую выживаемость. Однако же большинство исследований, где это было сделано, касаются доцитоксела. Итак, антрациклины с последовательным назначением доцитоксела. Мультивариантный анализ безрецидивной и общей выживаемости показал уменьшение относительного риска рецидива на 18% и уменьшение относительного риска смерти на 27%. Кроме того, сочетание токсанов, в частности доцитокселов, одновременно с антрациклинами был проанализирован срез на уровне 10-летней выживаемости. Как показатели безрецидивной, так и общей выживаемости говорили в пользу группы одновременного назначения токсанов с антрациклинами. При этом было отмечено, что эти результаты не зависели от статуса лимфоузлов, гормональных рецепторов и HER2-статуса. Без антрациклиновый режим токсанов, то есть доцитоксел и циклофосфамид против антрациклинов с циклофосфаном также выявил преимущество по 7-летним результатам лечения. При этом также результаты не зависели от гормонального и HER2-статуса опухоли. Таким образом, токсансодержащие схемы, в том числе с включением доцитоксела, имеют преимущество над режимами, не содержащими токсаны. В настоящее время назначение лекарственной терапии, безусловно, происходит с учетом биологических характеристик опухоли. В 2011 году Lancet Oncology представил статью, где в странах с высоким доходом достижения геномных и протеномных технологий, безусловно, помогают и обеспечивают быстрый прогресс в изучении биологии опухолей. Этот процесс не может не касаться и лечения рака молочной железы. С того момента, когда в 2000 году в журнале Nature вышла статья «Молекулярные портреты опухолей молочной железы человека», и до настоящего времени, когда определены 4 основных суррогатных по типу рака молочной железы, проделан большой исследовательский путь. И в настоящее время именно они являются основой для рекомендаций по системному лечению. Мы видим, что химиотерапия при определенных видах занимает свою нишу. Это люминальный бепатип с высоким КИ-67, а также хердвопозитивный опухоли и трижды негативный рак. Так, может ли являться рецепторы гормонов предикторами эффективности антрациклинов и токсанов? На самом деле нет. Исследование, о котором я уже говорила, было проанализировано, этот вопрос был проанализирован у больных с метастазами в лимфоузлы, и было выявлено уменьшение риска, которое было совсем незначительным при эстроген-положительных опухолях при использовании как антрациклинов, так и токсалов. Другой важный прогностический признак – это КИ-67. Исследование роли биомаркеров и, в частности, биомаркеров на эффективность использования доцитоксела было проведено в другом исследовании. Было выявлено, что высокая экспрессия КИ-67 определила ту группу эстроген-позитивных больных, которые имеют метастазы в лимфоузлы, которые будут чувствительны к адювантной химиотерапии доцитокселом. Это люминальный Б-подтим, как мы понимаем. Касательно группы с ХЕР-2 положительным статусом, исследование ХЕР-2 статуса и амплификации генотопоизомиразы 2-альфа, которая исследовалась как предиктивный маркер при антрациклинсодержащих режимах, также было проведено в одном из исследований. На нижних графиках мы видим, что в группе, где достоверно были улучшены показатели общей выживаемости, имели ХЕР-2 положительный статус, а также амплификацию топ-2 альфа. Вместе с тем, авторами было отмечено, что только применение одних антрациклинов не является в этой группе больных как рекомендацией. ХЕР-2 статус и поклитоксел. Исследования показывают, что показатели безрецидивной и общей выживаемости при использовании поклитоксела были достоверно лучшими у больных с ХЕР-2 положительным статусом. Доцитоксел в этой же группе больных. Я не очень хотела включать это исследование в свою презентацию, поскольку оно является одногрупповым, то есть оно не имеет высокого уровня доказательства, но тем не менее, учитывая рекомендации ЭСМА с ссылкой на это исследование, я решила его включить. Двухлетняя безрецидивная выживаемость и общая выживаемость, как мы видим, очень высока в этой группе. Однако же другое исследование, которое также занималось изучением этой группы больных, позволило показать безрецидивную выживаемость в общей группе больных в зависимости от коамплификации гена ТОП-2-Альфа. В этом исследовании одна из групп лечения получала антрациклины, затем доцитоксел. Аналогичное лечение получала вторая группа только в комбинации с тростузумабом. И третья группа получала доцитоксел с карбоплотином и тростузумаб. Было отмечено, что безрецидивная выживаемость увеличивается при использовании доцитоксела и тростузумаб-содержащих режимов у больных с коамплификацией гена ТОП-2-Альфа. Таким образом, основным выбором программы одевантного и неодевантного лечения является принадлежность к тому или иному биологическому подтипу опухоли. Экспрессия эстрогенов не является предиктором ответа на терапию антрациклинами и токсанами. Отмечена эффективность доцитоксела при высоком КИ-67, то есть люминальной Б-опухоли и ХИР-2-положительной опухоли. Предиктором ответа на лечение антрациклинами может быть амплификация гена ТОП-2-Альфа. Ну и наконец, какие же факторы, когда мы рассматриваем назначение конкретной пациентки, для нас являются существенными. Безусловно, это учет функционального статуса больной, наличие тяжести сопутствующих заболеваний и возраста. Известно, что у женщин до 40 лет встречается более высокая частота 3-жды негативного и ХИР-2-положительного рака молочной железы. Кроме того, женщины до 35 лет с 3-жды негативным заболеванием имеют большую вероятность полных морфологических регрессий при неодевантной терапии. Что касается возраста. Исследование на самом деле не новое, но тем не менее, оно достаточно тщательно было, имел дизайнер тщательный. И было подразумевало использование СМИФ в различных группах больных, которые были разделены как по возрасту, так и по статусу лимфоузлов. Было получено показатели безрецидивной выживаемости и общей выживаемости достоверно улучшались при использовании этой схемы вне зависимости от возраста и статуса лимфоузлов. Результаты терапии 4-х курсов АЦ против отсутствия дювантной терапии в зависимости от возраста и эстроген позитивного статуса. У женщин более молодого возраста химиотерапия 4АЦ против ее отсутствия дает большие преимущества в уменьшении безрецидивной выживаемости и смертности от рака молочной железы, независимо от эстроген позитивного статуса. Ну и, наконец, безантрациклиновый режим доцитоксел также был проанализирован в зависимости от возраста. Доцитоксел был эффективен по показателям общей выживаемости и безрецидивной выживаемости как у больных молодого возраста, так и в группе старше 65 лет. Для нас также важным является и тот фактор, который отражает безопасность лечения. Такие грозные осложнения лечения токсанами или антрациклинами, как дисфункция фракции выброса левого желудочка, безусловно, влияют на выбор нашего решения. Этому посвящено ряд статей. В настоящее время остается неясным оптимальная последовательность применения антрациклиновых токсанов, но учитывая их кардиотоксичность, тростозумаб лучше комбинировать с токсанами, а не с антрациклинами. Кроме того, существуют различия в возрасте по проявлению побочных реакций. В одном из исследований было отмечено, что больные старше 65 лет имели большую частоту фибрильных нейтропений на токсанах и более часто анемии при схеме с антрациклинами. Таким образом, результаты исследований СМФ, антрациклинов и доцитоксила доказывают отсутствие различий по эффекту препаратов в различных возрастных группах. Необходимость и выбор схемы одевантной терапии пациенток пожилого возраста может быть рассмотрен в зависимости от клинической ситуации, сопутствующей патологии и побочных реакций, связанных с лечением. Небольшой последний блок презентации касается использования других препаратов. Я не могу не остановиться на препаратах платины, которые зарекомендовали сейчас себя в качестве эффективных, одних из эффективных, при трижды негативных и БРК-позитивных опухолях молочной железы. Ряд исследований показал возможность достижения общего эффекта в большом проценте случаев. При этом это сочеталось с полными морфологическими регрессиями. Однако же эти препараты не рекомендуются для одевантной терапии трижды негативного рака молочной железы и имеют определенные перспективы для БРК-позитивных опухолей. Я также хотела бы остановиться на исследовании, которое добавила после возвращения с последнего конгресса АСКО, которое касается влияния добавления карбоплотина или бевоцизумаба к неодевантному дозоинтенсивному режиму АЦ с последующим еженедельным применением покритоксила. Было установлено, что добавление этих препаратов к стандартному неодеванту при трижды негативном раке молочной железы значительно увеличивает полные морфологические регрессии и имеет значение, безусловно, для выполнения хирургического лечения. Однако же показатели безрецидивной и общей выживаемости в данной комбинации остаются недоказанными. Таким образом, я не буду повторять вывод этого блока исследований. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Любовь Юрьевна, за интересное сообщение. У вас осталось по регламенту еще 3-4 минуты. Есть какие-то вопросы из зала? Если докладчик укладывается в рекламент, ему задают вопросы. Да, пожалуйста. Буквально два вопроса. Я хотел спросить, почему рекомендуется в виде адъювантной химиотерапии, неадъювантной, высокодозные режимы циклофосфана с доксорубицином? Режимы, которые растянутые, такие как КАФ-1, КАФ-2, описанные в справочниках под редакцией Натальи Инатентьевны, они гораздо лучше переносятся. Я всегда задавался вопросом, пытался сравнивать эффективность. Я нигде не нашел публикаций, которые бы показывали превосходство высокодозных комбинаций, которые вводятся в однодневном режиме. Что вы можете сказать по этому вопросу? Спасибо. Я считаю, что в настоящее время доз-денс режим, он имеет свое место быть, безусловно, в тех ситуациях, когда имеются высокие факторы риска. И в этих ситуациях мы, безусловно, должны использовать те возможности, которые доказаны на основании клинических исследований. Продолжение следует...